Ну что ж, всем доброе зимнее утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, Дэнджелос, прекрасного, замечательного, солнечного Лос-Анджелеса! Рано утро, воскресенье, 6.30 утра, я уже на ногах, готовый к шикарному дню, к шикарному заработку! Давненько мы с вами не снимали эти видео, я сейчас отправляюсь. Сегодня обещают дождь, поэтому доставки должны быть очень хорошие, я во всяком случае на это очень надеюсь! А ты обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и напиши любой комментарий, а мы поехали ловить заказ! Так, ну что ж, ребят, 6.40, я получил два заказа, один на DoorDash, один на Uber Eats, и вы знаете мою тактику, я об этом не раз говорил, когда я приезжаю в ресторан, в забегаловку, закусочную, вот именно в этот момент я не спешу! Я сейчас, ну не то, что прям очень медленно, но я потихоньку сейчас иду забирать DoorDash, потом потихоньку иду в машину, потом потихоньку иду забирать Uber Eats, и велика вероятность, что именно в этот момент мне придут добавочные заказы! Давайте проверим, кстати, насколько это работает! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, короче, ребята, конечно, воскресенье, совсем на воскресенье не похоже, уже почти 4 часа, я ничего не снимал, потому что работы как такой не было, были очень плохие заказы, в общем, я решил поехать попеть! Вы знаете, да, там выходят иногда ребята на улицу с корзинками и поют, им за это кидают денежки! В общем, напел немного, сейчас посчитаюсь и надеюсь, это хоть как-то компенсирует сегодняшний заработок! Как посчитаюсь, так дам знать и даже покажу! Что мальчишки и девчонки, тут дождь уже полным ходом, пока сижу жду заказ, вот пачечка, здесь 221 доллар и... Одна секунда... Еще вот это... То есть, 223 всего! Я считаю, что я заработал 223, но, разумеется, так как я еврей, я ни в коем случае не буду тратить двухдолларовую купюру, я ее отложу и это будет, не знаю, не то что долгосрочное инвестирование, а долговековое инвестирование, потому что, ну, насколько я знаю, уже давно не выпускают двойки, это считается уже ценной купюрой, если у вас, если кто-то там из вас меня вдруг спицы смотрят, пожалуйста, напишите, если уже есть какая-то цена за эти купюры, но какая бы она ни была, или не была, я такие вещи не продаю, я их просто откладываю на многом-многом-много поколений вперед, считаю, это одной из частей успеха и долгосрочного богатства, вот, ну, так, если считать, 223 доллара, это у меня где-то 2,5 часа я пел на улице, ну, довольно неплохо, хотя это воскресенье, иногда можно и больше заработать, вот, я надеюсь, что благодаря дождику мы получим что-то, и, собственно говоря, за 300 мы уже перешли, но в воскресенье хочется и за 400 и даже ближе к 500 подобраться, но уже как будет, так что ждем заказы и продолжаем путь. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы думаете, с какого это перепуга сейчас светло на улице? Честно, ребят, я когда вернулся вчера с последнего заказа, я не мог записывать видео, потому что ливень шел такой, что у меня стекло чуть не треснуло, ну, вы понимаете, да, если бы я записывал там, эти шорохи были бы слышны намного сильнее, чем мой голос. Я, конечно, зашел домой и попытался дома записать, но я думаю, те, у кого есть дети, понимают, в чем дело. В общем, после того, как я проговорю, да, в целом, как прошел день, вы увидите скриншоты, помните ту мою наличку, которую я вам вчера показал. Ну, это, так сказать, была такая небольшая компенсация за такой, знаете, не очень хорошее воскресенье на доставках. Теперь, прежде чем я начну, хочу сказать, что на будущее помните о том, что вот это и есть Лос-Анджелес, и здесь каждый зарабатывает как может. И вот здесь вот уместна фраза, вот как нигде больше. Если ты что-то можешь, не делай этого бесплатно. Да, люди там любят сэмплы попробовать, да, халяву какую-то, но бесплатно делать, если вы что-то умеете, не надо. Если у вас есть какие-то навыки, если вы можете сделать себе подборку сайт-хассел, как по-русски сказать. Подработок. Если вы можете сделать себе подборку подработок и выстроить их на целый день, 2, 3, 4, 5, чем больше, тем лучше. Знаете, я в Лос-Анджелесе, вот прожив 5 лет, понял, что чем больше источников дохода, тем лучше. Безопаснее, свободнее, меньше нервов на все тратишь и так далее. Если вы сможете их распределить, то вам же будет лучше. Вот я умею петь, и я это использую. Почему нет, если я могу этим заработать? Может, вы умеете рисовать, может, вы умеете чинить, там, ремонт делать, машины чинить, колеса менять. Я не знаю, может, вы кальян умеете хороший делать, может, еще что-то. В конце концов, всегда можно даже поискать эти варианты, как выйти на улицу и продавать тот же лимонад, шоколадный мусс, печенье и так далее. В Лос-Анджелесе, возможно, все. И если вы хотите, чтобы я сделал отдельный ролик на эту тему, напишите об этом в комментариях. А так, в общем и целом, у меня получилось почти 450 долларов за воскресенье, что, в принципе, неплохо. Но обычно на воскресенье я возлагаю большие надежды от 500 долларов. И я думаю, что в следующий раз нам эта цифра обязательно покорится. А так, спасибо большое, что посмотрели видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч, друзья!